Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве и не только о нем. Вот как раз сегодня и хотелось бы вспомнить не менее важную тему, это тему общественного транспорта. Вспомним о наших городских этапарковках в первую очередь. Большинство из нас ездит на автомобилях, этапаркуемся в городе и сталкиваемся с людьми в желтых жилетках, которые мотивируют отсутствием этапаркоматов и настаивают на наличном расчете. Также многие говорят о том, что это почему на муниципальных парковках, на городских парковках оператором являются частники. Так вот мы запустили первую муниципальную парковку. Первая муниципальная парковка заработала на Екатеринской площади. Как именно она работает? Там установлены паркоматы и также это постоянно находятся наши инспектора. Выйдя из автомобиля, когда вы запарковались, вам необходимо рассчитаться у этого паркомата. Можно рассчитаться как наличными деньгами, так и безналичной формой расчета карточкой. И чек за оплату вам надо поставить под это лобовое стекло, чтобы инспектор видел, что вы рассчитались. В дальнейшем, то есть сначала будут вестись, скажем так, это рекомендательные беседы, а через несколько дней уже начнут наказывать. Наказывать за парковку без оплаты. Наказывать будут наши инспектора. Возможно и эвакуация автомобилей. Что касается дальнейшего развития. Это первая парковка, на ней мы изучим, скажем так, все острые моменты и все подводные камни. И потом начнем уже множить этот опыт на весь город. Что значит это подводные моменты? Вспомним выделенную полосу, которая не так давно появилась в Суворовском районе. Действительно очень много неудобства было в первые дни. Действительно очень много жалоб автомобилистов было в первые дни. Как только эту полосу нанесли, как только она начала функционировать. Нам понадобилась неделя, чтобы отрепетировать все эти моменты, отрегулировать эту работу светофора на молодой гвардии. Там добавили 10 секунд. Возле выезда с торгового центра метра желтый мигающий с 7 до 10.00. И сама эта полоса, выделенная, функционирует это по времени с 7 до 10.00. И уже на сегодняшний день добираться с поселка Котовского до центра города автолюбителям стало намного легче, чем это было еще неделю назад. Поэтому если говорить о тех контрольных замерах, которые мы ведем в час пик, то с 7 до 10.00, это интервал, который занимал полчаса, это по 30 минут от Москва до Тересовского моста, он это почти не изменился. Максимум добавилось 5-7 минут автолюбителям. Но вместе с этим автобусы стали доезжать на 15 минут, это раньше. В час это от 120 автобусов и выше. В каждом автобусе от 40 до 50 это пассажиров. И это сейчас, это летом. С началом учебного сезона, безусловно, этих автобусов будет еще больше. Это поэтому действительно выделенная эта полоса нужна, но надо не забывать о комфорте автолюбителей, о том, что выделенная эта полоса нужна, но не полностью за их счет. Вот поэтому и возвращаемся к острым моментам, и это подводным камням. То есть те недоработки, которые были изначально, мы поправили, и на сегодняшний день эта полоса функционирует уже вполне нормально. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Ну, хотелось бы еще отметить такой момент, что о нас сейчас много говорят, много пишут, в том числе и негативной информации. Наверное, это хорошо, наша работа стала видна, наша работа стала заметна. Жду ваши вопросы. Facebook, это, как всегда, стараюсь отвечать на них вовремя, быстро, и давать максимально полную информацию. До свидания.